Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Да, это продолжение там 10 коллабораций, которые мы очень сильно ждали. Лиса тебя обсырала. Ну она, Аля смотрит у него, пусть это возможности прослушать то голосовое. Ну давайте его послушаем. Знаешь, то, что Лиса, короче, тебя обсырала, ну она тебя обсырала там. Это истинная причина, на самом деле не очень, почему мы перестали в какой-то момент снимать совместные видео. Я все узнала. Я все узнала. Я все узнала. Я все узнала. Бывает. Нееет! Топ-10 ожидаемых теорий, почему мы не снимали тогда в коллаборации. Первое. Ты изменила с Давидом. Денисом. Как они узнали. Два. Я изменила Давиду с Денисом. Как они узнали. Есть версии, которые мы не будем озвучивать, но концерт. Как в тех фанфиках. Как в тех фанфиках. Иперкартофель. Огромный корнеплод. Поехали в видео. Кстати, видео про Вайлдберрис. Ура! Да, я заказала для Лисы товары. Она не знает, что там, но сейчас узнает, что там. Я постаралась сделать это с РАТО. И не только. Впрочем, ничего нового. Да. Товаров очень много. Тыргнутся все около 15 тысяч. Если кому вдруг интересно вот так вот выглядит пакет. Удивлена, что принесли в таком пакете. Тут написано спасибо за покупку, как будто с рынка. А помнишь легенду, когда пакеты с Вайлдберрис можно было купить на Абит, потому что они были настолько элисны, что на Абит все осталось. Ну что, поехали. Рассказываю, что у тебя там внутри. Штука номер один. Мы начнем с того, что ты часто носишь. Тебе это должно понравиться. Вариант первый. Но я не знаю, подойдет ли тебе или нет. Так, давайте вместе распаковывать. Что это такое, пока что я не очень поняла. Открывай, открывай. Это панама. Ладно, ладно, открывай, открывай, открывай. Ты не догадала, что это панама, блин. Так, панама. Я не вижу никакого контента, который бы, ну, типа, должен был меня напрячь. Что с ней не так? Просто милая панамка. А ты что, видимо, про нормальные вещи? Нет, ну тут есть и не нормальные вещи. Я подумала, что будут и нормальные вещи, вот. Хорошо, ладно, в таком случае давайте посмотрим. Ну, честно, помада... Ой, вот помада. Панама хороша, выглядит классно. На мне даже село мнение. Хорошо смотрится, кстати. Я потому что переживала, что она будет прям вообще кальшневая. Хорошая, джинсовая такая. Не, она прям клевая, мне нравится ее посадка. Панама получает от нас лайк. Ей! Штука номер два. Что это? Ну, открывай, ладно. Что достало, ты открывай. Блин, это футболка, на самом деле. По-моему, очень клевая. Так, смотрим. Да! Ооо, вот такая вот у меня еще будет футболочка. Реально, кстати говоря, очень клево она выглядит, мне нравится. Ты видишь тут кэт? Да! Так, это типа кодила, наверное, я не знаю. Да, и он похож на Шелда, на Эвела второго. Он типа реально такой же, чем мой, как мой кот. Да, и я взяла эмочку. Так, тестируем. Материал, кстати говоря, очень хороший. Футболка с Валбрид получает от меня определенный точно лайк. Ооо, что, хорошо? Да, так красиво. Ну-ка. Так, ребята, оцениваем. Футболка от 1 до 10, пожалуйста, мнение. Вот такая вот была футболка, по нам ее тоже надевают. Тельмешка решил у меня приодеть. Что ж, а ей не просит приодеться. Ну, а ты ходишь голая, раздетая. Ну, как всегда. Нельзя осуждать людей за это. Нельзя. Нельзя. Штука номер 3. Нормальная мы посмотрели. Теперь чуть-чуть перейдем в ненормальное. Держи. Трэш. 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 Это за виду надо отдать. Ну, ребят, понимаете? Теперь будешь мять. Я не могу вам это показать. Здесь, конечно, будет тензура, потому что это просто мать его. Почему? А второй есть? Нет, только одну купила. Ну, чтобы сейчас была такая одна, которую можно мять. Какой кошмар. Просто испытываешь стресс. Кот, хочешь? На. Эй. Не надо было это кушать. Давайте ненадолго прервемся. Помните, когда у меня были длинные волосы, я вам рассказывала, что я их иногда сушила аж по 40 минут. И меня это просто безумно бесило, потому что, когда у тебя миллион дел на день, сушить волосы минут по 40, а то и больше, это просто... Очевидно, что с короткими волосами в миллион раз проще. Но в этом есть заслуга и правильно подобранного фена. У меня в руках высокоскоростной фен. Lifefence Swift C. И его главное преимущество в том, что он сушит волосы в два раза быстрее, чем обычные фены. То есть на сушку вот этих вот моих коротких волос у меня уходит примерно одна минута. В комплекте идут две насадки. Гладкая насадка быстрой укладки волос и диффузор для создания локонов и волн. Кстати, очень удобно, что все насадки на магните. Смотрите, как это легко делается. Распределенный воздушный поток придает объем и упругость волосам. А благодаря отрицательным ионам Lifefence Swift C придает волосам блеск и гладкость, уменьшая опушение и сухость. Ионы снимают статическое электричество и делают волосы мягкими и гладкими. Ну, а температуру воздуха можно менять. Я однозначно ставлю лайк этому фену за скорость. Это для меня буквально самое важное в сушке волос. А еще до 5 августа на мегамаркете при покупке Lifefence Special по промокоду TITAN не забудете. Действует скидка 2000 рублей. А еще кэшбэк до 25%. Ссылочку по традиции я оставляю вам в описании, а мы продолжаем. Ну, смотри, она твердая. Да, ой. А что, можно, пожалуйста, я просто хочу понимать контекст, потому что, возможно, я неправильно понимаю назначение этого предмета. Это как полуторс? Нет, это кружка антистресс. Это просто антистресс. Да, ты вот так сидишь, мнешь сиську. Да, конечно. У тебя как раз на работе много стресса. Будешь приходить, так орать на всех и говорить, что... А, ну, стресс. А, ну, работайте. Я скрюкнула. Давид, ты работаешь? Да. А что? На. Господи, это что? Фистика. Она тепленькая. На тебе, это твой антистресс. Нет, спасибо. У меня есть кофе. Штука номер 4. У меня как бы все оно такое. 50-50. Вот это вот тоже должно быть прикольно. Оранжевого не было. Опа. Ну, это все. Это просто, чтобы вот это там хранить. Идеальный пакет. Все, буду носить вот эту штуку там. Чтобы, если что, кого-то там, да. Блин, реально, как бабка старая с сумкой просто. Ну, короче, ребята, вот такая вот сумочка. В сумочке, конечно, не груша, а внезапно. Что же мне сказала груша? Я не знаю. Господи, мне плохо. Апельсинка. Мандаринка. 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 Мандаринка от тебя обсырала. Штука номер 5. Подождите, это еще не все. Короче, Ниса. Мандаринка сегодня выглядит. Мы снова не будем общаться. Ты должна сейчас открыть это. Именно вот этой стороной, которой я тебе ее дам. То есть не смотреть, что с этой стороны. Открывай двенечко. Открывайте Так, это трусы Мне страшно Поворачивай Поворачивай Давай Ну, кридусики пропуск в трусики Я не знаю Мой краш Почему так много контента с двумя людьми С Егором Кридом И Сашей Рэком Почему? Я так надо Хорошо, я подарю Давиду Например, его мозг или глаза Просто объясните мне, пожалуйста, реально Почему этого контента именно со Шреком И с Егором Кридом так много Я еще видела, знаешь, кем? Экстрасенс, который вот этот сладенький С Димой Матвеевым, что ли? Я думала между ним и Егором Кридом Но подумала, ладно, Егор Крид Умираю Крида Дима Матвеев или Егор Крид Выберите своего бойца Трусики Ладно, сиськи есть, трусы есть Я даже не знаю, что еще ожидать Нормальный товар Ну как бы, ты поняла, что у меня закупка Она из категории То, что тебе очень сильно надо И не надо одно время Ну так, ребята, достаем Так, я вижу, что... А, это тоже мне очень понравилось Опа! Там прикольная надпись Микс! Микс! Читай внимательней Это ты! Ты голубая! Ребятам очень нравятся эти футболки Да, хорошо, будем носить теперь Отлично! Ну, что сказать? Ну, косплей придется делать Теперь вот в этой вот футболке Когда я снова буду делать стеллочку Или кого-то еще из Винкс В этом я и пойду Да, только у тебя там будет Милфс! Да! Милфс! А я смотрю, ты разбираешься в этом вопросе Ты теперь экспертная Ну, как сказать? Такая из меня милфа, конечно Не такую милфу себе люди представляют Когда слышат, что она не может Это женщина-мать, если вдруг вы не знали Но она не будет делать из этого материнский блок Мы будем продолжать заниматься клоунизмом Да Всегда Да Мы Штука номер семь Да, чаша у меня вот такого характера Вот это тебе должно понравиться Я очень сильно хотела найти твоего любимого персонажа Но у меня не получилось Ага Но получилось найти что-то около того, что ты знаешь И вроде бы в целом тебе это знакомо И вроде бы как даже нравится Я заинтересована Блин, забайтила Она умела Опа! Я поняла! Ну что это? Это маленький малышок Он, конечно, отличный В этом есть какая-то двойная цель Короче, если бы у тебя была механическая клавиатура Это ставится на кнопку Блин! Это очень круто! Я поняла, я видела Я видела такие штуки Это реально очень крутая история Потому что, типа, ну, это правда выглядит супер стильно Я думала, что это хендмейт Думала, они сами это делают Я не знала, что даже такие штуки можно купить Нет, нет, нет Некоторые продаются Блин, как круто! Давайте проверим Конечно, понимаешь, у меня мак И, скорее всего, он на мак не встанет Давид сегодня у нас и с трусиками И с титьками Со всеми делами Ну, блин, она, конечно, круто выглядит В принципе, можно его куда-нибудь туда поставить Все это нажимается Ну, а мы продолжаем Штука номер восемь Еще один нормальный продукт Но миленький Тебе тоже это очень часто надо Потому что ты человек косплей Ага Поймется, что это такое Во-первых, здесь была вот такая вот луна Сюпрайз Сюпрайз Опа, луна О, я уже поняла Это кейс-контейнер для линзы, да? Блин, он очень сладкий Ну-ка Ой, это вот очень люблю такие штуки Это прям здорово Это очень удобно Здесь все есть Раствор для линзы, пинцет И специально тут штука, кстати Я ее использую О, кстати, вопрос дня Ты используешь вот эти штуки или нет? Я боюсь Я только ими пользуюсь Я руками не пользуюсь Я уже как бы и с ногтями Наоборот, ногтями даже я их подцепляю Линзы вытаскивают ногтя Да, вот этой штукой я боюсь, что она присатется И я буду потом Ты как Вот это вот очень интересно Потому что реально люди делятся на два Типа, кто использует эту штуку И кто ее не использует Ну, в общем, логично Какой еще третий стол может быть? Ладно, ну, в общем Вы используете, потому что я только ей пользуюсь Так что такой террик Штука номер девять Продолжаем Вот это то, что тебе тоже очень в жизни надо Его прям даже усосали Нифига Че это? Открывай Вот тут, ребят, извините Открывай Вот это тут какая-то огромная вещь Так, а вижу, что это силуэт акулы Она прям спрессована И она огромная Она очень тяжелая Да, такие вещи были в прошлом обзоре, ребята Там мне шутки обшутили О, дока Так Это дакимакура и акула, что ли? Нет, это плед акула Сейчас я к вам вернусь А сейчас будет поворот День, меня зовут Дмитрий Какой ты? Кто с этим костюмом? Не так Как классно Я сейчас сам мру просто Это топ-10 подарок за ниме Ужас какой Но это прекрасно Это так плохо, что просто прекрасно Вот что я скажу Давид Ну-ка Ну залезай, залезай Я в детстве наносил так На нем она еще так смешно натянулась Она вот так типа А это что? Это бротик Продолжаем Я выбираю Вот, я хочу вот это. Я подумала, что тебе оно надо, так как ты у нас еще и бьюти-человек, не только... Не только акула. Да, не только акула. Вот, доставай. У меня есть вот этого бренда. Я подумала, что тебе тоже надо. Оооо, их я очень люблю. Flower Nose это просто вообще моя нежная любовь. Это очень-очень крутые штуки. Обожаю. Да, они очень красиво выглядят. Не знаю, есть у тебя или нет, но подумала, возьму. Оно никогда лишним не будет. Flower Nose они очень хороши. Ты же знаешь, да, что это китайская косметика? Это не корейская. Ты знаешь, что владельцы два косплеера? Нет. Вот это нет. Ну, ребят, здесь просто вот как обычно, вот эта вот коллекция с лебедями. Богатство и роскошь бутяков и цвета мне безумно нравятся. Вот этот, по-моему, вот. Что-то такая же за пределом добра и зла. Еееей! Вот это вот прям вообще. Вот. После акулы, знаешь, странно воспринимают. Ну извини. У меня на канале распаковки всегда контрастные. У меня они такие с ноткой. Ты просто любишь контрастный душ. Да, это тоже. Я человек, который купается в кипятке. Штука номер одиннадцать. А, вот это еще. Это самое, про что я говорила. Еще одна панамка. Панама? О, ну панаму, как бы, извините. Ну, хайп. Да, да. У кого-то, кажется, похожая была. Была, была. Была. Но она была у меня хуже качества. Да? Это получше качество. Блин, мне очень нравится дизайн. Да. Она прям вот джинсовая хорошая. Да. У меня просто она была какая-то сратая. И вот эти вот штуки еще приколдесные. Ну, все. Ее только вот в отличие от той надо поставить на какую-то бошку, чтобы она распрямилась. Ты видишь, напрямялась. Красиво. Но мы. Штука номер двенадцать. Так, ну давай еще из категории вещей. Сейчас вещи досмотрим. А потом... Я уже не знаю. Ладно, ладно. Категория вещей. Опа! Мне подарили джинсовые штаны в моем стиле абсолютно. Ну, что-то они какие-то здоровенные. Простите. Я надену на свои шорты и... Бробрала маленькие. Мне очень нравятся. Такие шорты мы уважаем. По стилю стильные. Ну, большие, ну и что? Когда вы теперь это волнует. Я у меня показываю две сейчас. В кадре. Вот оцениваем. Блин, кстати говоря, мне реально нравятся концепты. Я не знаю, это вообще женские изначально шорты или изначально мужские. Но я недавно открыла для себя такую фишку, что можно носить круто не только мужские футболки, но и мужские шорты. Да, ну это вроде бы как унисекс они считаются. Клевый, говорю, у вас в случае? Довольно. Ну, все-таки акулу, извини, но вот и сиська-жмяк меня как-то больше выклопили. Лечек лечит. Штука номер 13. Опа! Ой. Концент. Вот еще что-то хорошее. Это что? Но выглядит как-то не очень. Такое. Мини-кофточка. Говно-кофточка, я бы сказала. Ты знаешь, не... Но она реально говно. Бля, она реально говно. На фотке было лучше. Верю. Ну, мини-кофточка. В целом, на себе деньги будет. Можно сделать в таком формате. Весь день просто нормальные. Ну, типа того. Потому что по концепту похоже. Но она очень плохая. Иногда одежде бывает нехорошо. Да. Пожалуй, не сегодня будем это мерить. Штука номер 14. А, вот. Я вот эту штуку, честно, открывала дома сама. Посмотреть. Проверить. Открывай. Тебе подойдет. Опа. Ну, да. Ну, моя. Ну, просто. Это мое. Короче, кто не понял, это сердце. Чтобы воростопить в ванне. Да. Понютины глазки, между прочим. Почему она так называется? Растворим. Штука номер 15. Ну, это так. Не скромничай. Чисто так. Супер большая покупка. Пробиром. Опа. Ну, ребят. Ну, она посмотрит. Что ты вообще это загуглила? Мне интересно. Да я... То есть, просто какой-то запрос у человека был, чтобы найти вот это. Если вы не понимаете, что это такое, это не восьмерка. Это серьги открывашки. Когда ты делаешь вот так вот газировочку, он делает тиш. Считаю стиль. Угу. Будет красиво. Кстати, они неплохие. Не, они вообще неплохие, не розово. Короче, хайф. Штука номер 16. Я старалась просто по стилю. По стилю, по стилю, да. Не, ну, по стилю стильно. Я тут ничего не хочу сказать. Так как ты. Так как я. Еще любишь кофе. Опа. Ну, я заинтересована. Вот. Успаковываем. Во-первых, я вижу трубочку. Хорошо. Опа. Так, подождите. В форме медведя? Да. Вааааай, какой славный. И стеклянный. Да, я, кстати, почему-то подумала сейчас на секунду, что он пластик. Офигеть, смотрите, какой клевый малыш. Прям реально вот кофе в него хочется перелить. Надо будет помыть его, обязательно и попробовать это сделать, потому что он очень славный. Чтобы вы понимали, до этого стилька пришла и стала докапываться на моих анализах. Только это не анализы, это малиновый кофе. Между прочим, с кофеманией косарь стоит. Вот мы же сама делаем. Как вы думаете, какая у папа выглядит более серьезно? Наверное, серьезно, вот это, но, да, малиновый джус выглядит не очень. Хочешь попробовать? Штука номер 17. Последняя вещица на сегодня. Вместо нее должны были быть грибы, но так как ты не любишь грибы, я делала кое-что другое. Что-то там сейчас... Так. Давайте смотреть вместе, я пока ничего не поняла. Блин, что это? Вы будете кушать угощения? Это свеча манту? От свечки. Свечки-хинкальки? Блин, ну, кстати... Вкусно какого? Да. Хинкали, звать? Ожидала чего угодно, но только не хинкали свечи. Я, типа, знаешь, вот... Мне ничего сказать, кроме слов. Поэтому прощаюсь. Смотрите продолжение вот тут на канале. Лайк. Вот только не придумывать в сфере бьюти и косметологии. По смыслу хайпово, по стоимости дорого. Сегодня мы с вами обсудим самые абсурдные, странные и страшные услуги из сферы пластики и косметологии. Продолжение следует... Продолжение следует...